Рыдающий голос Роберта Смита и его нервозная музыка давно стали культовым явлением. И как бы ни отмеживался сам Смит, The Cure однозначно стояли у истоков такого расплывчатого направления, как готический рок. Но каждая группа начинается с названия. Black Sabbath сперва выступали как The Polka Talk Blues Band, Машина Времени была известна как The Kids, а в случае The Cure первым названием было Malice, то есть Злоба. Под этим именем в 1976 году собрались учащиеся средней школы города Кроули, Роберт Смит, Лоу Телхорст и Майкл Демпси. Таков был первоначальный состав коллектива. Бросив учебу, они посвятили все свое время репетициям и концертам в местных пабах, и, конечно же, чтению литературы в жанре фэнтези. Мы тогда жили Робертом Говардом, его вселенной, а коны не варваре, вспоминает Роберт Смит. В школе такому не учат, нас заставляли зубрить сонеты Шекспира и говорили, что это и есть литература. Но в один день мы послали все к черту и решили. У кемерийцев школ нет, жизнь они познают в боях и последующих пиршествах. Так и родилась на свет группа Малас, которая поначалу напоминала скорее команду боевого дракара, нежели музыкальный ансамбль. Поначалу трио радовало публику кавер-версиями на Джимми Хендрикса, Эрика Клэптона, Карлоса Сантану и других гитарных виртуозов. Однако Роберт Смит быстро понял, что старый добрый блюз плохо вяжется с образом мускулистых варваров с обнаженными торсами, который он выбрал для группы. Вскоре они обогатили свой репертуар композициями Джуда Брист и ЮФО, а заодно решились заняться сочинительством сами. Первой композицией, написанной Робертом Смита, стала A Night Like This, которая несколько лет спустя вошла в альбом The Head on the Door. Но куда более важную роль в дальнейшей судьбе коллектива сыграла песня Лола Телхарста. Штука, которую Лол принес на репетиционную базу, звучала как настоящее дерьмо, пишет Роберт Смит. Это была какая-то слюнявая баллада о любви гоблина к эльфийской принцессе. Она тяжело заболела, а уродливый гоблин нашел для нее лекарства и жили они долго и счастливо. В общем, полная противоположность тому, что мы хотели сообщить миру своей музыкой. Но зато эта безделица подкинула нам чертовски удачную идею. Так завершилась эра кавер-группы Malice и началась эпоха ударного отряда Easy Cure, вскоре сократившего название да просто The Cure. Примерно тогда же вышел сингл, скандальная пластинка Killing an Arab, причина в провокационном названии песни, убивший араба. Как раз в это время оживился местный национальный фронт с его призывом «Вернем Британию белым». И на концертах неожиданно появились стайки скинхедов, распевающих строчки песни со всей российской серьезностью. Роберт Смит с удивлением осознал, что стал жертвой того, что Грибоедов называл «горем от ума». Дело в том, что текст песни был вдохновлен романом «Посторонний» французского писателя и философа Альбера Камю. В своем романе Камю в художественной форме воплотил идеи экзистенционализма об абсурде человеческой жизни. Герой «Постороннего» действительно убивает араба, но делает это не из российских побуждений, а совершенно спонтанно, из-за некоего психического срыва, вызванного жарким африканским солнцем. Кроме того, невольный убийца ведет себя на суде до неприличия откровенно. Ни Юлит не оправдывается, чем еще больше настраивает против себя общество. Оценив плюсы скандальной популярности, группа начала заигрывать с нацистской символикой, которая до сих пор остается непременным атрибутом их выступлений. «Нам просто нравится эстетика», — так в одном из интервью прокомментировал обвинение в симпатиях Третьему Рейху Лоу Телхард. Итогом всех этих заигрываний стал разрыв только что подписанного с берлинской студией Ханса контракта, поэтому Роберту Смиту пришлось распрощаться с богемным Берлином и вернуться в родное село. К счастью, потлатых лузеров пригрел лейбл Fiction Record. Тогда об этой студии грамзаписи никто ничего не знал. Зато теперь она стала символом и олицетворением экстремальной музыки в целом. Но даже отморозки из Fiction Records согласились финансировать отщепенцев Итекур, при условии, что больше никаких арабов убивать они не будут. И вот 8 мая 1979 года на прилавках музыкальных киосков появилась дебютная пластинка, известная под названием «Three Imaginary Boys». Успех не заставил себя ждать. Передовицы газет и профильных журналов запестрили с заголовками «The core убийцы Kiss» «Излечи нас, Господь», выставка бытовой техники Холокоста и совсем уж нелепостями вроде «Витамин С для народа». «Еще, еще!» – кричала публика на концертах новоявленных звезд. «Дайте им еще!» – тарили незадачливые менеджеры Fiction Records. Итекур было что дать, но теперь уже на своих условиях. Вслед за «Three Imaginary Boys» выходит пластинка «Boys Don't Cry». Главное отличие оригинала, который сразу же бросается в глаза – появление пресловутой «Killing an Arab». Вот только теперь она показалась детским садом, потому что в списке композиций была заглавная песня. «В детстве я с восторгом следил за войной во Вьетнаме», – рассказывает Роберт Смит. Но потом пришли эти дегенераты-хиппи и сказали, что война не санитар мира, а что-то плохое. Их жалкие у Мишки, сожженные кислотой, не в состоянии были оценить величие тотальной бойни. Собственно, об этом и поется в песне «Boys Don't Cry». Если война была начата, то она должна завершиться полным уничтожением одной из сторон. Таковы были мои взгляды в то время. Также Смит говорил, что «Boys Don't Cry» была попыткой написать в 70-х поп-хит в стиле 60-х и сильно рассчитывал на коммерческий успех. Каково же было его разочарование, когда этот сингл пролетел мимо британских чартов? Свой реванш песня взяла лишь в 86-м, когда Кур переживали очередной всплеск популярности. Под это дело, на песню был снят запоминающийся клип, где трое мальчишек имитировали музыкантов группы, в то время как сами члены команды появлялись лишь в виде теней за занавеской. После этого песню не раз перепевали другие исполнители, а некоторые даже подозревают, что ее отзвуки можно услышать композицией группы кино «Видели ночь». Прежде чем приступить к записи нового альбома, они уволили басиста Майка Дэмпси, заменив его Саймоном Гэллопом, чьи басовые партии были более простыми и линейными. Кроме того, к работе впервые привлекли клавишника, им стал Мэтью Хартли. Впрочем, синтезатора-музыкантам показалось мало, и продюсер Майк Хеджес применил целый арсенал спецэффектов. После того, как записанные партии прошли обработку всяческими фленджерами и хорусами, их стало практически не узнать. Вокал и гитара Смита отодвинулись на второй план, а на первой выдвинулась ритм-секция. И в 80-м году они выпускают концептуальный альбом по мотивам рассказа, который Роберт Смит сочинил еще в школе. Он повествует о гражданской войне между лесными гномами, которая разгорелась, потому что гноми и дети из враждующих кланов полюбили друг друга и решили бежать в царство эльфов. Заурядная фантазия на тему известной шекспировской трагедии неожиданно превращается в космо-оперу. Когда вождь гнобов Феволт спускается в пещеру, где обнаруживает портал в иное измерение, по ту сторону портала в абсолютной пустоте на тронах восседают древние боги. Они вручают ему молот времени, с которым он обходит всю вселенную и видит все, что когда-либо было, есть и будет. В портале он проводит ровно столько времени, сколько боги отвели ему – тысячи миллиардов лет. Выйдя из пещеры, он рассказывает соплеменникам об увиденном и призывает прекратить войну. Но ему никто не верит, ведь в пещере он провел всего 17 секунд. Поистине вагнеровский замысел Роберта Смита разбился о скалы технических ограничений. Смит планировал выпустить альбом на пяти пластинках, по одной на каждый акт его оперы. Также он хотел, чтобы в поддержку альбома был снят полнометражный фильм и даже написал к нему сценарий. Разумеется, ни одна звукозаписывающая компания не выделила бы бюджет на подобную авантюру. Записанный материал пришлось сократить в пять раз. Со временем пластинка приобрела культовый статус, но тогда критики отнеслись к ней прохладно. А единственным светлым пятном оказался неожиданный успех интерлюзии A Forest, ставший визитной карточкой коллектива. Жутковатая клаустрофобическая композиция повествовала о человеке, который увидел в сплетении битвей девушку, услышав ее зов, ринулся за этим призраком в лес и, конечно же, заблудился. А вот отечественные меломаны отметили сходство басового риффа с риффом из песни кино «Мы все сошли с ума». Но успех сингла не приободрил Роберта Смита, которого все чаще стали видеть с полупустой бутылкой самого дешевого бурбона, который он назвал «Брагой Одина». В поисках вдохновения музыкант обратился к древнегерманскому эпосу и вскоре подготовил новый материал, который можно услышать на альбоме «Fate». Однако пластинка вновь не нашла отклика в сердцах фанатов. Вслед за лидером весь коллектив оказался на грани краха. Команду больше не верили ни продюсеры, ни пресса. Ситуацию обострил конфликт с лейблом. Воротил из фикшн-рекордс поставили Роберта Смита перед фактом. Либо он записывает альбом, который покроет расходы от предыдущих провалов, либо они идут в суд. Группе ничего не оставалось, кроме как наспех записать очередной, уже четвертый за три года, полноформатный альбом. «Мы покидали квартиру в 9 вечера, напивались, принимали наркотики и шли записываться», – вспоминает Роберт Смит. «Потом мы заканчивали работать в 9 утра, напивались, принимали наркотики и ложились спать». Сам альбом был реакцией на предыдущую запись, невероятным витком бессмысленной агрессии и насилия, смешанным с полным пренебрежением ко всем и всему остальному помимо нас самих. С таким настроением The Crew были обречены на провал, и они его добились. Это сейчас альбом Pornography считается безусловной классикой, открывшей дорогу различным экстремальнейшим коллективам. А тогда все было иначе. Когда Record Label услышал материал альбома, то схватился за голову. Было непонятно, что из этого мрачника выпускать синглом. Лучшим вариантом показалась песня «Висячий сад». Как сказал сам Смит, в ней он поет обрезгливости и неприязни того, как совокупляются животные. На песню был снят и такой же веселый клип, где музыканты предстали в белых жутковатых масках. Кстати, именно в этот период формируется и знаменитый имидж Смита. Сколоченные волосы и выделенные ярко-алой помадой губы. Все это безобразие разрешилось во время турне 1982 года дракой между Смитом и Гэллопом. После чего последний покинул The Curve, и группа фактически распалась. На этом можно было бы поставить точку. Но тут, как обычно и бывает, случилось чудо. Роберт Смит в очередной раз злоупотребил алкоголем и прочими психоактивными веществами и упал в сугроб, потеряв сознание. Его обнаружил случайный спортсмен-любитель, вышедший на утреннюю пробежку. Роберта Смита отвели в тепло и несколько дней оказывали ему помощь. Причем не только медицинского, но и духовного характера. Согласно воспоминаниям фродмена The Curve, несколько дней вокруг него ходила безобразная старуха с православной иконой и читала молитву. Его спасителем оказался никто иной, как Джон Галлахер, басист и вокалист группы Raven. Галлахер быстро поставил Роберта Смита на ноги с помощью авторской методики, включавшей в себя не только отказ от вредных привычек, но и многочисленные разнообразные физические упражнения. Вместе они бегали, играли в бадминтон, занимались только входившей тогда в моду аэробикой и, конечно, мечтали о будущих альбомах. Роберта Смита было не узнать. «Я оброс панцирем из костей и мускулов», — пишет лидер The Curve. «Я, наконец, стал тем, кем всегда мечтал стать. Из ничтожного гнома я превратился в воина. Очень скоро моему примеру последовали Лол и Майк, а вот Саймон не выдержал нагрузок и взял самоотвод». Радикальные изменения не обошли стороной и репертуар группы. В какой-то момент Роберт Смит решил, что с него хватит кровожадных гимнов в мировой войне, и за считанные месяцы сочинил целый ворох песен. Одни были посвящены оздоровительной ходьбе, другие стали мотивационными одами правильному питанию, третьи просто воспевали саму идею соревновательных видов спорта. На этот раз The Curve попали прямо в яблочко, сходу покорив американский музыкальный рынок, жаждавший чего-то подобного. Разумеется, новый имидж группы пришелся по вкусу далеко не всем. Фанаты военного периода бойкотировали выход новых пластинок. Они рисовали звезду Давида на стенах магазинов, в которых продавались записи The Curve. А однажды Роберт Смит обнаружил, что к дверям его дома в Кроули подбросили свиную голову. Изданный в 1984 году The Top действительно один из самых странных альбомов The Curve, с заметным влиянием психоделии и этнической музыки. Смит сыграл здесь практически на всех инструментах, поэтому альбом по сути являлся сольником. Самой успешной песней на The Top заслуженно стала изысканная композиция о девушке, которая вот-вот превратится из гусеницы в прекрасную бабочку и улетит от лирического героя. Мы посовещались и решили, что деньги это хорошо, но пора завязывать с попсой, вспоминает Лоу Телхарт. Тогда мы были уверены, что рано или поздно Роберту Смиту подкинут человеческую сиську или еще что-нибудь в том же духе. Мы выбросили гантели, перестали делать зарядку по утрам и плотно засели в студии. После этого The Curve вернулся басист Саймон Гэллоп по поддельному паспорту, съездивший в Советский Союз, чтобы пройти выучку у Вячеслава Синчука. «Это было нечто», — вспоминает Роберт Смит. Саймон безо всякого предупреждения ворвался в студию, где мы репетировали, и вместо приветствия сыграл нам на басу «Полет Шмеля». Мы обомлели, а потом сказали, что очень рады его видеть, но у нас уже есть кому играть на бас-гитаре. «Это ничего», — ответил Саймон. «Я в Воскресенске был на концерте группы «Галактика», и у них тоже два басиста. Остальные участники коллектива пришли в восторг от этой идеи. За несколько бессонных ночей они записали альбом, который перечеркнул все, что они делали ранее. К слову, именно на этом альбоме находилась композиция «Киото Сонг», отталкиваясь от которой Константин Кинчев сотворил свой хит «Театр теней». И снова произошло то, на что «The Curr» никак не рассчитывали. В концертные залы вернулись былые поклонники ансамбля, пришедшие от пластинки в полный экстаз. Но и любители аэробики из тех же залов никуда не ушли. Во время концертного тура ни одно выступление команды не обходилось без массовых драк у сцены. Но Роберту Смиту это даже нравилось. Он всячески провоцировал особенно агрессивных фанатов, спускаясь со сцены и нападая на случайных зрителей. В этот же период «The Curr» придумали специфическое шоу, которое до сих пор заставляет называть их самой ненавидимой вегетарианцами группой. Заключалось оно в том, что над сценой на крюках подвешивались огромные свиные туши, которые Роберт Смит разрезал бензопилой во время исполнения песни. В 87-м году Смит посчитал, что музыканты The Curr сильно разленились и призвал их непосредственно поучаствовать в создании нового материала. Так на свет родился аж двойной альбом под кокетливым названием «Kiss me, kiss me, kiss me». Это была настоящая солянка с песнями на любой вкус. Лично мне почему-то особенно запомнилась композиция «How beautiful you are», где Смит почти дословно положил на музыку рассказ Шарля Бодлера «Голаза бедняков». В нем рассказывалось, как одна влюбленная пара встретила на улице бомжа с детьми, и если у героя эти бедняки вызывали жалость, то у его подруги лишь брезгливое отвращение. Самым же успешным синглом альбома стала песня «Просто как небо». Она не только добралась до 29-го места в Британии, но и стала первым хитом группы, пробившимся в американский топ-40. Это была первая по-настоящему позитивная песня The Curr, не только по звучанию, но и по содержанию. Как написал один из критиков, оказывается, парни, которые носят черную подводку для глаз, могут быть счастливы. Оно и не мудрено, ведь на песню Смита вдохновила поездка к океану. К тому же на отдых он поехал не один, а со своей верной подругой Мэри Пул, что и определило любовно-романтический настрой песни. Позже, после концерта в Париже, в день взятия в Бастилии, разгоряченные фанаты The Curr, как обычно, устроили потасовку, которая переросла в настоящие уличные бои с жандармерией. Но запомнил фронтмен не это, а необычного гостя, проникшего в его гримерку, каким-то образом миновав бодительных бодигардов. У него были взъерошенные волосы, на носу толстые очки, рассказывает Роберт Смит. По акценту я понял, что он русский. Он был явно возбужден. Я даже немного испугался и хотел было позвать охрану. Но он не дал мне рта открыть и быстро произнес речь, показавшуюся мне бредом сумасшедшего. Помню, он сказал, «Власть в России захватили демократы! Будет большая война, но мы победим!» Я сказал, «Да, я вас понял, мы этого не допустим!» Такой ответ его полностью устроил. Он обнял меня, скинул руку в римском салюте и исчез так же стремительно, как появился. Я спросил у Саймона, «Ты понял, кто это был?» Он ответил, «Ты шутишь? Это же Эдуард Лимонов, отличный писатель!» Так в творчестве Декур начался славянофильский период. Музыканты уехали в монастырь и приступили к чтению классиков русской философии. По словам Роберта Смита, в это время его больше всего интересовали труды Павла Флоренского, Константина Леонтьева, Ивана Ильина, Георгия Гурджиева и отца Сергия Булгакова. Днем я читал «Византизм» и «Славянство», а ночью, потушив лучину, лежал на дощатой кровати и думал о Боге и России. В голову мне приходили самые удивительные образы, которые утром я записывал и пытался затем перевести на язык музыки. Тогда же я увлекся русским искусством колокольных звонов. Константин Леонтьев и церковные колокола – вот два источника, из которых вышел альбом «Дизинтегрейшн». Первый сингл с альбома – «Колыбельная». Несмотря на название, оказался настоящей детской страшилкой. По воспоминаниям Смита, похожий колыбельный пел ему в детстве отец. По другой версии того же Смита, главным источником страшных историй в детстве был его дядя. Родителям не очень нравилось, что тот рассказывает такое детям, а вот Роберт и его младшая сестра были в восторге. Да и сам лидер «The Curve» утверждал, что сочинил свою колыбельную специально для своих племянников и племянниц. На эту песню Тим Поуп снял, наверное, один из самых своих впечатляющих клипов. На видео Смит сыграл сразу две противоположные роли – чудовищного паука и его жертву, оплетенную в кровати паутиной. Дело в том, что пауки были одной из самых сильных фобий и без того впечатлительного Роберта. Еще в детстве ему казалось, что эти твари каждую ночь заползают к нему в кровать. А когда во время гастроли Смит воочию увидел в номере бразильской гостиницы огромного мохнатоногого гостя, то не мог уснуть всю ночь. 13 августа 1988 года в жизни Роберта Смита произошло знаменательное событие. Он вступил в брак с Мэри Пул, той самой, которой он уже посвящал свою песню. Вообще-то эта парочка встречалась уже давно, практически с 14-летнего возраста, и заводить детей осознанно не хотела. Своеобразным свадебным подарком для Мэри стала песня с бесхитростным названием «Love Song». Наверное, за всю свою жизнь лидер Декюр не написал более прямолинейного и открытого текста безо всяких метафор, подтекстов и аллегорий. По словам автора, столь откровенное выражение чувств в творчестве далось ему очень нелегко. «Я подарил Мэри кассету с этой песней на нашу свадьбу. Она ушла в свою комнату, чтобы послушать, а потом чуть не удушила меня поцелуями. Это самая честная и правдивая песня из всех, что я когда-либо пел». В целом альбому «Disintegration» суждено было стать двоеобразным подведением итогов в потлатах 80-х. И действительно, сразу после выхода альбома Роберт Смит всерьез решил распустить коллектив и посвятить себя служению Богу. Он устал от стадионных концертов, быстро превратившихся в рутину. Его душа тянулась в далекую Сибирь, где люди в 40-градусный мороз пьют воду из ледяного горного ключа. Однако остальным участникам группы удалось убедить его в том, что исповедовать православие можно и в родной Англии. Но все равно Роберт Смит стал регулярно намекать, что группа вполне может дезинтегрироваться, то есть распасться. И снова всех обманул. Спустя три года на прилавке лег очередной альбом «Wish». Именно на этом альбоме Смиту удалось записать свою самую идеальную поп-песню «Пятница и я влюблен». Не случайно, когда в голове Роберта пришел замечательный гитарный риф, он, как и в свое время Маккартни с Естедой, очень опасался, что где-то его украл. Кроме того, песня вышла настолько бесстыдно радостной и наивной, что автор песни даже немного стыдился. С одной стороны, он уверял, что действительно был искренне счастлив во время ее написания. С другой, говорил, что в этом присутствовала изрядная доля коммерческого расчета. Тут же добавляя, что про считанные песни писать намного сложнее. Они же не от сердца идут. Как бы то ни было, даже в такой песне стиль Декюр узнавался с первых аккордов. Смит прекрасно осознавал, что написал стопроцентный хит и какой эффект он произведет на американских продюсеров. Они бегали по студии и восклицали «О боже, вот это да!» Поэтому какое-то время скрывал от них эту песню. Он не хотел, чтобы песня выходила первым синглом и формировала неверное представление обо всем альбоме. Дальнейшая судьба Декюр всем известна. Они выпустили еще несколько альбомов, каждый из них собрал хорошие отзывы и в целом был тепло принят публикой. Но от Роберта Смита всегда ждали большего. После неудачи пластинки 2008 года лидер коллектива принял ответственное и разумное решение. Декюр перестали собираться в студии, но продолжили выступать в качестве гастролирующей группы, которую регулярно можно видеть хедлайнерами на крупнейших фестивалях. Сейчас Роберту Смиту за 60. Он крепкий старик, живущий в своем доме в Кроуле. На его приусадебном участке растут капуста, смородина и кабачки. В свободное время он занимается кузнечным делом, готовит домашнее вино и пишет книгу о двух последних годах Василия Розанова, который великий русский мыслитель, отвергнутый большевистской властью, нищий и тяжелобольной, доживал в Сергиевом посаде. На вопросы об артистических планах Роберт Смит отвечает уклончиво, то намекая на скорый выход нового альбома, то заявляя, что музыка ему уже не интересна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова